Эта книга посвящена всем людям, которые умерли на ее страницах. Смэли В первый раз я попробовал кокаин внутривенно. Обычно его сначала нюхают, потом курят и только потом ширяются. Но, как и все в моей жизни, я делал это наоборот. После того, как я вернулся в NoFX, Мелвин и его девушка Айрис переехали в Санта-Барбару. Вместе с еще несколькими друзьями мы сняли старый калифорнийский домик. Это был классический панк в песон, с пивом в кегах, безумными людьми и хуевой тучей наркоты. Однажды Реймонд пришел с полным шприцем кокаина, которым он планировал вмазаться. Но я настоял на том, что тоже хочу попробовать. Он зарядил меня и этот заряд въебал по всем моим чувствам. На вкус он был как диетиловый эфир, пах как клей для авиамодели, об ушах свистел как чайник. И мой мозг сжался внутри черепа. Затем подействовал адреналин, и я почувствовал себя тысячелетним соколом, переходящим на скорость света. И после этого все закончилось. Ну, то есть я по-прежнему был под кайфом, но чумовое действие длилось всего пару секунд. После чего захотелось вмазаться еще раз. И еще раз. И еще раз. И еще, и еще, и еще. Я, наверное, раз в 6 или 7 ширнулся в тот вечер. Причем, как мне кажется, в течение часа. И это не что, в течение следующего года бывали ночи, когда я ширялся по 200 раз подряд. Ночи, когда у меня уже не осталось вен, и кровь текла по моим рукам. Ночи, когда я рыдая ползал по полу моей комнаты, прочесывая ковер в поисках щепотки белой пыли, которой можно было бы вмазаться. Ночи, когда я в панике, колол себя иглой в поисках вен, настаивая на том, что еще осталось место для того, чтобы сделать еще один укол. Кокаин был даже не самой большой проблемой. Где-то через неделю или две после моего первого укола кокаином, Реймонд приперся в дом Норфекс с героином. Ему нужно было место, чтобы ширнуться, и я сказал, что он может ширяться у нас сколько угодно, если будет брать с собой наркоты и на мою долю. Он вынул маленький черный шарик, покрытый ушной серой, и отправился в ванную. Не для того, чтобы ширнуться, а для того, чтобы проблеваться. Героин имеет ярко выраженный запах. Если вы торчок на ломке, или если вы не употребляли героин несколько лет, запах может стать физическим триггером. Тошнота становится невыносимой, и вы хотите блевануть. Даже сегодня, если я иду по улице и прохожу мимо магазина, из которого доносится душок, который напоминает запах героина, мои кишки начинают выворачиваться. На самом деле, просто от того, что я представляю себе этот маленький шарик, и понимаю, какой от него исходит запах, меня уже тянет блевать. Простите, я на секунду. Рэймонд закончил блевать и зарядил шприц. После инъекции он успокоился. Он спросил, действительно ли я хочу поставиться. Я ответил, да. В конце концов, глядя на него, это казалось очень забавным. Честно говоря, я не понял, за чего весь сыр-бор. Это было противоположностью кокаина, меньше подрыва и скорее напоминало сон в теплой джакузи. Героин подкосил мои колени, затем сквозь желудок добрался к голове, которая внезапно стала весить полцентмера. Все мускулы моего тела одновременно расслабились, и я ушел плавать в собственном сознании. Это была приятная слабость, но я не понимал, почему из этого сделали такую сенсацию. А через час я уже блевал на дорожке возле дома. Меня не проперло, меня не отвернуло. Я даже не знаю, зачем я шурнулся им в следующий раз. Я мог спокойно уйти от этого и никогда не возвращаться больше. Мои друзья всегда ширялись, и героин был всегда под рукой. Это был неплохой безмятежный кайф, так что я вмазался еще несколько раз. Через пять месяцев я стал полным торчком. Моя жизнь больше никогда не будет прежней. И если рвота была недостаточным предупреждением, я должен был хотя бы прислушаться к словам Рэймонда, которые он сказал, ставя мою первую дозу. И никогда их не забуду. Мы были в туалете, я перевязывал себе руку, делая вид, что знаю, что делаю, пока Рэймонд готовил дозу. Он нашел вену и запустил мне иглу под кожу. Перед тем, как дать ход бегунку, он посмотрел на меня безжизненным взглядом и предсказал мое будущее. Добро пожаловать в ад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова